Девушки отдыхают У меня есть моя позиция, что касается Крыма и Украины, она совершенно ясна. Я первый раз ее сформулировал главному редактору вашей радиостанции, много было по этому поводу обсуждений. Первое, я считаю, что, конечно, захват Крыма был незаконен, с формальной точки зрения это было незаконно. Второе, тот референдум, который был проведен, это никакой не референдум. Третье, судьба дальнейшего Крыма должна быть проведена через нормальный референдум под контролем мирового сообщества, который будет проведен с согласия и России, и Украины. Что этот референдум покажет, так тому и быть. Если нормальный референдум скажет, да, мы хотим обратно на Украину, все, мы положили с вами. Это и будет то самое волей заявления людей. Никакого другого формата, кроме обсуждения между Россией и Украиной, быть не может. И я знаю, что позиция Касьянова, она именно такая. Я сегодня его видел, я сегодня спрашивал, и он еще раз подтвердил совершенно четко, что, значит, в конструкции такой обостренной, что бы вы сделали, если бы вы стали президентом. Значит, я начинаю переговоры между Россией и Украиной по урегулированию крымского вопроса. Мое личное мнение, что главный результат этих переговоров должен быть референдум, честный, нормальный референдум. То есть мнение все-таки ваше изменилось? Потому что у меня сложилось впечатление, судя по вашим более ранним ответам, что сейчас не время, давайте пока Крым побудет с нами. Нет, я не права. Моя позиция никак не изменилась. Она была сформулирована с самого начала, так я и остаюсь. Я считаю, что эта проблема, к сожалению, на годы, и она ничем, ну не то, что ничем не отличается, она схожа с проблемой Северного Кипра, Фалкленских островов и огромного другого количества таких территорий в непонятном статусе. Я не думаю, что эта проблема решится даже в ближайшие десятилетия, но в любом случае ключ к решению этой проблемы заключается в проведении референдума.